Вы смотрите отзыв об отеле Мвайрамар Бич, этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Ольга73, который был в нем в 2012 году. Отдыхали с подругой и двумя детьми 10 и 6 лет. Основными критериями в выборе отеля были плавный песчаный заход в море, уютная, красивая и зеленая территория и качественное питание. Нашим критериями отель соответствовал и отдыхом остались довольны, хоть и была пара моментов, нас несколько поразивших и удививших. Начну по порядку. Туанекс. Задержка рейса около 11 часов с вылетом из Красноярска. С учетом того, что мы еще 5 часов едем на машине до края, детям пришлось невесело. В остальном то остались довольны. Маленькие автобусы на 12 человек. До отеля доехали за 40 минут. Обратный отъезд. Забрали из отеля за 3,5 часа. Трансферный гид проводил до стойки регистрации. Для посещающих страну впервые очень удачно. Отельный гид Алим видели один раз на инфо. Встречи нам больше и не надо было. За 1 час дал полную информацию об отеле и его концепции, экскурсии не навязывал. Факса в обратном вылете подсунули под брейф, инфо стенда аннекс в отеле нет. Номер как и бронировали фэмили с боковым видом на море и на соседний Цезарь. Номер нормальный, просторный. Есть 3 полноценные кровати и раскладушка. Телевизор плоский, 4 русских канала. В номере 2 балкона, один обычный и французский, благодаря этому был небольшой сквозняк и было не жарко даже без кондиционера. Кондиционирование центральное с 16, 00 до 02, 00. В остальное время кондиционер работает как вентилятор, и в период более жаркий, наверное, будет душновато. В номере при заселении дают по кусочку мыла и маленькому флакону шампуня. На раз, больше не пополняли. Сейф бесплатно. В мини-бар ежедневно ставили 0,5 воды и 0,2 минералки на человека. Уборка ежедневно. По нашей просьбе убирались до обеда. Каждый день менялись полотенца. В 15, 00 на ле пляжные полотенца приносят в номер. А грязные можно оставить в корзинах на пляже или у бассейна. Наверное, отель знавал и лучшие времена, но косметический ремонт присутствует, все работает, нигде ничего не подтекает. Заело замок на входной двери и справили за 5 минут. На ресепшнене русские не понимают, хотя и знают отдельные слова. Английский здесь пригодился. Все понимают и говорят. В основном, по-немецки. Контингент отдыхающих. В отеле действительно процентов 95 немцев, часть бывших русских, а теперь немцев, и совсем мало русских. Впервые дни нашего отдыха в Биче были русскоговорящие лишь несколько семей. В Квине, со слов отельного гида, 22 человека. Но в начале отдыха нас поразил даже не национальный, а возрастной состав. Большинство отдыхающих в Биче было далеко за 60, некоторые ходили с трудом, и наши дети с удивлением смотрели на пустые горки в аквапарке и свободный бассейн. Мы сказали, ну и ладно, меньше инфекции. Через несколько дней произошла смена контингента и приехали семьи с детьми. Много русскоговорящих, в том числе и эмигранты из бывшего СССР, стали включать тихую, ненавязчивую музыку и сыпать огромное количество хлопки в аквапарк. На территории у бассейна и на пляже постоянно присутствуют спасатели, которые, конечно, никого не спасают, но регулярно тормошат и проверяют задремавших с открытым в том возрастных отдыхающих на предметы их физического благополучия. Утром многие отдыхающие занимаются в спортзале и бегают по пляжу, потом садятся курить и пить пиво, бегом за инфарктом. Атмосфера в отеле тихая и умиротворяющая. Территория. Сам отель нам всем очень понравился. Совсем не маленькая территория, вся покрыта экзотическими деревьями, цветами и лужайками. Можно пользоваться территорией двух отелей Beach & Quen. На территории M-Bitch один детский лягушатник и взрослый бассейн, глубиной 2,20 см, с отгороженной зоной 1 метр 10 см, хлоркой не пахнет. Свободные лежаки в наличии в любое время суток рассеянных о любви немцев к бассейну. Есть лежаки на травке под пальмами. Существует специальная приватная зона для взрослого отдыха. Она была свободна всегда, хотя любители отдыхать топлив присутствовали постоянно. Пляж одна из сильных сторон отеля. Большой и чистый. Даже в 9.00 можно найти свободный лежак. После 10.00 есть лишь единичные пустые лежаки. Немцы даже спали похрапывали прямо на пляже. Плавный песчаный заход в море и чистейшая вода-то ради чего хочется сюда вернуться. Для детей самое оно, любителям глубины придется идти до буйков. В аквапарке три горки, стыки хорошие, но хлорки в бассейне в отдельные дни многовато. Питание хорошо и вкусное. Несколько видов мяса, курицы и рыбы ежедневно. Хорошие салаты и закуски. На столах нет всякой ерунды в виде мешанины, которая создает видимость изобилия. Все блюда съедобные, не острые. Ежедневно были черешни, арбузы, дыни, вкусные яблоки. Груши, персики не пробовали. Сладкий стол не очень разнообразный, но парочка десертов по нашему вкусу была всегда. Мороженое два раза в неделю бесплатно на ужине. Вкусное. Свободные места в ресторане есть в любое время. Быстро убирается грязная посуда. Стелятся чистые скатерти. Из алкоголя пробовали вино белое и красное, и пиво неплохое. Про остальное не скажу. Но немцы все пьют пиво с колой и еще какую-то мешанину в прикуску с сегаретой. Есть бар на пляже, в котором по резервации с 14.00 до 16.00 можно перекусить фастфудом. В остальное время питание в баре платно. С 16.00 до 17.00 в пиано-баре можно выпить чай, кофе с выпечкой, вода и напитки, чай, кофе, турецкий кофе, кола, фанта, страйк. Бесплатно круглосуточно. Импортные напитки платно. Апельсиновый сок на завтрак 3 лиры. Все платные услуги заносят на счет комнаты на карточку оплаты всех платных услуг при выезде. Анимация. Русскоговорящих аниматоров нет. Детей, не владеющих немецким, в мини-клуб не пускают. Мини-диско вялое, песни незажигательные. Дневная анимация вроде бы существует, но аниматоры или не очень стараются, или их старания разбиваются, а не желания со стороны отдыхающих. Была на аквагимнастике откровенно скучно, без музыки. Вечерние шоу были смазаны Евро-2012, на большом экране шла трансляция Мачи. Отдыхающие с национальными флагами и растосными лицами тихо пили пиво, курили и роняли слезы в полуфинале. Мы в это время могли с балкона слушать маты и смотреть потасовки в соседнем Цезаре, вот где персонал хорошо говорит по-русски. Сделали выводы уж лучше без анимации. Сумели посетить китайский цирк и пиратское шоу, приготовленное командой аниматоров Тверы и 5 баллов, я даже от них не ожидала. Возможно после Евро ситуация изменится. Персонал очень доброжелательный, обслуживают в барах и ресторанах быстро и хорошо. В конце отдыха, мы стали постоянно слышать приветствия на родном языке. Отдых получился хороший. Мы всем довольны и при адекватной цене готовы приехать сюда вновь. Дети готовы вернуться уже в следующем году. Буду рада, если кому-то мой отзыв будет интересен. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова